Приветствую вас! Во-первых, нужно гармонично относиться к себе. Во-вторых, очень важно, чтобы вы знали все свои, скажем так, слабости. Чтобы вас никто не мог удивить в контексте этих слабостей. Чтобы вы знали свои слабые стороны, вот, чтобы вы отдавали себе в них отсчет, и чтобы вы выработали к ним соответствующие отношения. Вот. Это такой, наверное. Следующий. Следующий аспект. Четкое понимание, знание, чего вы хотите. Вот. То есть, знание именно того, что вам нужно. Знание своей потребностной сферы, того, что вы хотите, поможет вам не обращать внимания на давление с этой стороны других людей. Когда будет выработано гармоничное отношение к себе, когда будет у вас четкое понимание и знание того, что вам хочется, того, что вам нужно. Тогда вы сможете, значит, обучиться, опять же, у психолога навыкам взаимодействия, навыкам общения. И, с помощью, значит, уже этих навыков, вы, значит, будете адекватно вести свою модель поведения, адекватно вести свою линию поведения. И не будете обращать внимание на то, если вас, условно говоря, кто-то будет, там, как-то подавлять, да, кто-то будет, там, унижать и прочее, прочее. Это очень важный момент. Очень важный момент. И я надеюсь, что для себя, для себя, в первую очередь, вы выделите именно такие аспекты. Потому что по-другому, по-другому вам будет сложно. Ведь что такое озлобленность? Озлобленность, по большому счету, это защита. Озлобленность представляет из себя, значит, защиту, защитную реакцию человека. Вот. Но, на что? На агрессию. Внешнюю. А внешняя агрессия, почему... возникает и имеет место быть. Потому что человек не простроил свои личные границы. Таким образом, то, что вам необходимо сделать, это простроить свои личные границы. То есть, определить ответственность, за что вы отвечаете, за что нет. Четко посмотреть, что можно другим людям, по отношению к вам, допустим. Чего нельзя людям, по отношению к вам, опять же. И вот это все, поможет вам, по итогу, не поддаться на давление. Значит, не поддаться на давление, точнее, адекватно его воспринимать, вам поможет, в том числе, и знание социальной психологии. То есть, знание, например, о том, как мы воспринимаем людей, как мы видим людей, как нам... они представляются, эти люди. Да? Вот. И, грубо говоря, смещение акцентов при взаимодействии с людьми, при взаимодействии с людьми, себя, на... других. То есть, если человек на нас давит, это значит, что это нужно ему. Это нужно ему. Это нужно не вам, это нужно ему. И проблема у него, а не у вас. Понимаете? Если подходить к вопросу так, если подходить к вопросу, к вопросу с такой позиции, с такой точки зрения, то вам, как вы понимаете, сразу будет гораздо легче, комфортнее, вот, спокойнее, может быть. И так далее. И так далее. Но, сами вы, научитесь, всему этому, вряд ли. Потому что, ситуация, на самом деле, не такая, простая. ибо, только вся в том, что у вас, к самому себе, у вас, к самому себе, именно, нет, адекватного отношения. Я, правда, не знаю, кто вы, может быть, вы, женщина, вот, может быть, вы мужчина, тут, по имени, к сожалению, непонятно, поэтому, простите, но, поскольку, имя у вас, все-таки, такое, больше, мужское, судя по тому, что вы его, ну, как вы его написали, то я буду считать, что вы все-таки, мужчина. Вот. Так вот, из-за того, что у вас нет, к себе, адекватного отношения, к самому себе, вот, вы не сможете, пока этому научиться. До тех пор, пока вы свои желания, например, связываете с другими людьми, до тех пор, пока вы, ориентируетесь на мнение других людей, и так далее, тут, как говорится, без царя в голове, о, без царя в голове, да? Вот. Вам будет сложно. Но здесь другие люди, таким образом, всегда будут вас направляться, куда-то. Другие люди, таким образом, всегда будут указывать вам, что делать. Вот. Другие люди, таким образом, всегда будут на вас влиять. А это, к сожалению, прямой путь вот туда, в целом, откуда вы нам сейчас, образно говоря, пишите. Вот. Поэтому, я думаю, что, очень важно, для вас, именно, именно выработать, в первую очередь, гармоничное отношение, к себе, чтобы, знать, эээ, себя, знать свои, желания, знать, эээ, свои, потребности, знать, то, что вам, хочется, знать, то, что вам, нужно. Вот. И уже, соответственно, исходя из этого, выстраивать, модель поведения. Эээ, все, ну, вообще, вот, с людьми. Вот. Тогда и обмапливаться не будете. Есть хорошие, принципы, есть, например, в общении, есть принцип амортизации. Вот. Когда вы, например, с человеком не спорите, да, просто, соглашаетесь с ним, со всем, что он говорит, и, таким образом, образом, вы лишаете его возможности, за, ваш, счет. Эээ, значит, как-то, ну, поднялся, кто может вернуться, и, тем самым, вы делаете ему, эээ, очень плохо, потому что, человек, ожидал, того, что, вы будете, как-то, сопротивляться, человек ожидал, того, что вы будете, эээ, злиться, а вы не злитесь, и, для него это будет, просто, эээ, разрывом, шаблона, и он не будет, абсолютно, эээ, знать, что, вообще, ему делать, а дальше, как он, вообще, эээ, ну, чтоб, себя, вести, вести, вот, то, что-то, такая, вот, знаете, очень, неприятная, будет, для него, ситуация, вот, и, собственно, вы, вы можете, эээ, стать, как бы, таким вот, хозяином этой ситуации, можете стать, управляющим, этой, этой ситуации, вот, вести If Plastery, но, еще раз повторю, еще раз повторю, эээ, только, если, вы будете, осваивать, эээ, гармонию в себе, только, если, вы будете ориентироваться, на себя, да, и вы будете ориентироваться на кого-либо еще, , вот, по факту это называет личным,多少��ум ростом, вот, Личничный рост это такое, знаете, собирательное понятие, вот, это собирательное понятие, вот здесь, узнавание из себя, раскрытие своего внутреннего мира, потенциала, вот, для этого нужна работа, в принципе, вот, первый результат вы можете получить уже после первой консультации, вот, но закрепить результаты так, чтобы это было прям вот продолжительным по времени, можно будет только в, значит, ну, в процессе более пролонгированном по времени, надеюсь, что вы для себя это учтете, вот. То есть тут сложного нет, в принципе, ничего. Главное, что вы хотели, главное, чтобы у вас было желание, главное, чтобы у вас было желание с собой работать, вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы создаете, вот, индивидуального, значит, универсального, точнее, какого-то средства для этого нет, потому что каждый человек уникален и вам с вашей, скажем так, проблематикой, да, с вашей проблематикой, возможно, будет нужна, нужен, точнее, свой собственный подход, чтобы, ну, чтобы не влиять негативно на вашу личность, на вашу индивидуальность, которая и так, судя по всему, подавлена. Вот, поэтому не рассчитывайте найти какие-то универсальные средства, вот, лучше все-таки сконцентрироваться именно на том, что он подойдет лично вам, подойдет только вам, вот, и никому больше, вот, если вы хотите, конечно, реально свою проблему решить, да, если я, вот, для вас этого на этом все, я надеюсь, что помог вам, а если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, видео, я буду рад вам помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok